всем привет сегодня на обзоре бюджетный смартфончик от компании дуги модель называется x97 pro звучит прям грозно ничего необычного в этом смартфоне нет смартфончик на минималках но все необходимое на сегодняшний день в нем есть в общем давайте все по порядку вот в такой вот желтенькой коробочке он приезжает которую мы сейчас вскроем или не вскроем должны вскрыть внутри находим естественно сам смартфон бумажки инструкция огромная скрепка для того чтобы достать комбинированный лоток кабель usb type-c для зарядки и сама маленькая зарядка которая всего на 10 ватт 5 вольт 2 ампера а это в песочнице детям отдать прикольные пасочки получится кружка капучино завода одели его в силиконовый чехол который кстати сидит прям прочненько очень такой своего рода даже защищенный смартфон получился потому что силикон очень жесткий и возвышается над экраном вот такой чехол сто процентов сбережет его от падения также завода уже наклеена пленка защитная что несомненно плюс на какое-то время защитить стекло от царапины а здесь не пластик здесь стекло 9 и 7 миллиметра его толщина но он такой не тоненький но и не тяжелый сверху мини джек для проводных наушников снизу микрофон динамик и тайп си разъем также хотелось бы отметить что есть цветной индикатор уведомлений звук у него на самом деле и неплохой нехороший совершенно обычный для вот такого бюджетного смартфона фуфловым я его назвать не могу также что касается вибромотора вибромодорчик тоже обычный стандартный не убожество не не супер то в antutu набирает вот такое количество баллов диагональ у него 6 дюймов я уже вижу что здесь большая челка большая большой подбородок но это для кого-то критично для кому-то плевать вообще на вот эти утолщения разделим его посмотрим как он выглядит без чехла очень плотно сидит чехол это очень хорошо кстати плотненький без чехла естественно смартфончик поприятней ребристая крышка которая не оставляет отпечатков модули камеры все из пластика сбоку качелька громкости кнопка включения выключения кнопочки приятные слева комбинированный лоток вообще честно говоря похож он на iphone 4s вот так только покрупнее прям наверно под него за косу здесь бы еще запилы сделали похвалить этот лоток можно за то что здесь есть возможность ставить две симки плюс micro sd флешку на 260 гигабайт максимум можно расширить встроенную память которая здесь 64 гигабайта и оперативки 4 гига в принципе на сегодняшний день для нетребовательного бюджетного смартфона этого достаточно экран IPS 6 дюймов диагональ как я уже сказал hd разрешение 1440 на 720 центральный процессор восьмиядерный helio g25 по 2 гигагерца на каждое ядро процессор двадцатого года 8 ядер звучит круто но на самом деле производительность этого смартфона бюджетная графический чип power rg и 8320 и вот этого всего железа хватит на любые повседневные задачи серфинг в интернете просмотр видео в youtube все что угодно кроме игр с требовательной графикой во что-то серьезно поиграть на этом смартфоне естественно не получится либо получится вот прям на самых самых там домных минимальных настройках в общем трубка это подойдет для каких-то средних игрушек там для чего-то простенького я бы рассматривал этот аппарат покупки вот для ребенка в школу для начальных классов вот реально мне часто задают вопрос какой телефон купить ребенку в школу чтобы не жалко и там недорого и чтобы более менее качественно я думаю что вот этот смартфон вполне себе справиться или для взрослых людей которые вообще не нужны игры и у них нет каких-то высоких требований камере потому что тут она тоже простенькая основная задняя камера 12 мегапиксельная sony плюс 2 мегапикселя сенсор для эффекта размытия фона сэлфи камера на 8 мегапикселей от samsung вот серьезные до бренды звучат но сенсоры эти уже старенькие и не делают фантастических фотографий которые мы уже привыкли на флагманах но вот как раз сейчас вы можете заценить фотографии сделаны с этого смартфона и естественно кусочек видео тоже вам покажу и уже на основе этого можете сделать для себя вывод устраивает ли вас качество камеры на дуги x97 pro вот так снимает видео звук записывает full hd 30 кадров в секунду максимум сейчас автофокусом стабилизации здесь нет аккумулятор здесь на 4200 миллиампер час полная зарядка происходит примерно за один час пятьдесят минут при просмотре видосов на youtube с комфортной яркостью дома примерно на уровне 70 процентов сжигает примерно 7 8 процентов заряда я думаю что на 7 8 часов просмотра видео этого смартфона должно хватить в x97 pro присутствует gps поддерживающий глонасс бейдоу современный bluetooth 50 который может подключаться сразу к двум bluetooth устройством также присутствует двухдиапазонный вайфай на 24 на 5 гигагерц это хорошо и вишенка на пирожке тут есть модуль nfc для бесконтактной оплаты бюджетный смарт но с модулем nfc и все это работает на android 12 попользовавшись уже какое-то время этим смартфоном что хочется отметить у него ненасыщенные цвета ну вот иконок и вообще в целом чтобы хоть как-то исправить положение в настройках экрана во вкладке режим экрана нужно сделать место стандартного яркий и тогда цвета будут более насыщенные вот может быть вы что-то и увидите есть какую-то разницу я думаю видно по итогам опять же остаюсь при своем мнении вот телефончик как допустим для ребенка для своего же ребенка в школу там для третьеклассника вот прям отличный вариант если разобьется ну как бы не так уж и жалко а так он в принципе вполне себе неплохой смартфон который внешне выглядит качественно это не какой-то голимый там китай нет абсолютно такого единственное что обновлений скорее всего никаких не будет дуги никогда не славилась поддержкой своих устройств я думаю вы заметили при съемке видео есть вибрации изображения как будто бы внутри этого смартфона постоянно что-то вибрирует да вот такая тряска а фотки можно на него сделать кстати очень даже ничего вот с таким простеньким и недорогим смартфоном мы сейчас с вами познакомились дуги запустили его в массы рассчитывают что продажи будут высокие вы все видели сами решать вам при заказе на выбор есть три цвета вот такой голубой зеленый и черный ссылка на него естественно есть в описании и в закрепленном комментарии под этим видео но у меня на сегодня все друзья всем добра увидимся и пока пока у меня у меня у меня Продолжение следует...